Цены на квартиры в Казани догоняют Москву и Питер. Что, почём и как переехать из города в свой дом без доплаты. Визажисты и мастера маникюра хотят ввести сертификацию качества. Что будет с ценами? И работа мечты. Казанцы рассказали, какая она. Обо всём подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Казань догоняет другие столицы и город Сочи по стоимости жилья. Заметили аналитики Яндекс.Недвижимости. Цена квадрата в новостройке почти 200 тысяч рублей. Впереди нас по дороговизне новых квартир только Сочи. Там квадрат стоит 409 тысяч. Москва 320 тысяч. И Питер 239 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке та же четвёрка городов с самыми высокими ценниками. Только на первом месте Москва, потом Сочи. У Казани четвёртая строчка и почти 155 тысяч рублей за квадрат. А вот частный дом 120 квадратов. В черте города можно купить, продав двушку в Казани без доплаты. Денег с продажи трёхкомнатной квартиры хватит на дом в 160 квадратных метров. На данный момент в Казани в стадии строительства находится 79 объектов нового жилья. Что важно, на рынке присутствуют не только локальные девелоперы, как это привычно, но также и федеральные игроки. Большой объём ввода в эксплуатацию нового жилья влияет, в свою очередь, и на вторичный рынок. Потому что новые квартиры переходят в статус вторичных. И так как среди них существуют довольно дорогие объекты бизнес-класса, они начинают влиять на среднюю стоимость квадрата во вторичке. Самозанятым визажистам, парикмахерам, мастерам маникюра хотят ввести обязательную сертификацию. Торговая промышленная палата направила в правительство письмо с таким предложением. Официально это объясняется исключительно заботой о самозанятых в сфере красоты. Их число растёт. Сертифицировать свою продукцию и услуги они не могут. Это их сильно ограничивает и вызывает дискомфорт в работе, считают авторы инициативы. Поэтому и нужен сертификат качества. В этой сфере, если мы говорим об этой сфере, это было всегда для ИП и ООО. Самозанятых не касалось? Да, но самозанятые это вообще кто? Это физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим НПД. Но может он также его применять и как ИП, этот самый режим. Просто чтобы упростить процедуру, где-то кого-то легализовать, я думаю, что только с этим связано, что физическое лицо, применяющее НПД, мог пройти ту самую сертификацию. Но насколько жизнеспособна эта идея, есть сомнения. Есть сомнения? Есть сомнения. А если всё-таки она жизнеспособна, и такие её ведут, как думаете, как рынок изменится? Он сократится, укрупнится? Может быть, мелкие попрячутся, мастера? Не думаю, что наши люди чего-то вообще боятся. Говорить о том, как это повлияет, можно только после того, как это ведут. И насколько, по каким параметрам это всё будет происходить. Другой взгляд на ситуацию финансовый. Требования по стерилизации инструментов, найма сотрудников с медкнижками. Сейчас действуют только в отношении салонов красоты. Это ИП или ООО. Мастера на дому таких расходов не несут и сильно от этого выигрывают. Так вот, условия работы для таких микропредприятий. И самозанятые хотят уравнять. Для клиентов это означает, что качество и безопасность услуг в салоне, на дому должны стать одинаковыми. И цены, видимо, тоже. К слову, в начале месяца коммерсант писал, что заказов у частных бьюти-мастеров стало больше на треть, а в салонах спрос вырос только на 8%. Работники центров красоты уходят в самозанятые, привлекая клиентов как раз низкими ценами. Какая она, работа мечты, рассказали жители по Волжье аналитикам HeadHunter. На первом месте оказались два разных требования. Про деньги и про чувства. Две трети опрошенных голосовали за достойную зарплату и положительные эмоции, отсутствие стресса на работе. Уважительное отношение начальства к работникам важно для 61%. Еще 43% мечтают о работе, где не бывает задержек зарплаты. Интересно, что у представителей разных профессий разные требования к работе мечты. Например, для юристов важнее зарплаты оказалось, чтобы работа приносила радость, а не стресс. 58% против 64% опрошенных. А HR-специалистам крайне важно, чтобы начальство уважительно относилось к ним. Об этом заявили сразу 76% респондентов. Судя по данным опроса, чаще всего могут испытывать задержки с выплатой зарплаты и как следствие выдвигать именно это требование к потенциальной работе, отсутствие задержек с выплатами, работники производственной 51% и транспортной сферы 58%. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова